Давайте сейчас, пока еще осталось буквально две минутки до начала, проверим нашу слышимость и видимость. Слышите ли вы меня? Видите ли вы меня? Напишите, пожалуйста, чтобы ориентироваться. Замечательно. Видите, слышите, это здорово. Тогда пишите, откуда вы, из каких городов. Есть ли школьники, учащиеся или же здесь учителя? Пишите, откуда вы. Если вы же все-таки школьники, то какой класс? Если у кого-то не работает видео, рекомендую выйти, заново зайти. Восьмой, девятый класс, седьмой класс. Замечательно, ребята. Так, у нас даже Санкт-Петербург, Самарская область видела, Алтайский край, Казахстан, Москва. Здорово. Так, ну что, хорошо. И учителя у нас тоже есть. Значит, приветствую всех. Меня зовут Емельенко Наталья Владимировна. Я являюсь редактором-методистом издательства «Просвещение». И, соответственно, сегодня мы начинаем наш онлайн-урок. Значит, сегодня мы будем решать с вами задания по естественно-научной грамотности. И в ходе решения мы с вами выясним, что же мы все-таки знаем о Земле и космических системах. Тема очень интересная и главное, что масштабная. Значит, несколько слов скажу о порядке проведения онлайн-урока. То есть, пожалуйста, ребята, не пишите, пожалуйста, в чат информацию, которая не касается данного урока. Потому что если чат засоряется, его могут по обоснованным причинам отключить. И я с вами не смогу вести диалог. Соответственно, онлайн-урок будет не такой эффективный, не такой продуктивный. Поэтому давайте работать сообща эффективно. Хорошо? Так, ну, значит, что же нас сегодня ждет? План онлайн-урока у нас будет следующий. То есть, мы с вами сегодня разберем четыре интересные и большие темы, но совершенно разные. То есть, во-первых, мы с вами разберем принцип действия аэромассажной ванны. Выясним, с каким природным явлением схож этот принцип. Также ответим на вопрос, зачем тормозить метеорит. Также выясним, что такое вообще часовые пояса. И как вычислить местное время в том или ином пункте. Значит, и также сможем определить направление похода по прогнозам погоды. Значит, приступаем. Первая тема. Значит, природа в быту человека. Значит, у нас есть две сестры, Аня и Маша. И вот они узнали, что существует ванная с аэромассажем, которую можно использовать в качестве элемента домашнего спа-салона. Соответственно, девочки заинтересовались, что это такое. И решили, собственно, объяснить принцип работы аэромассажа. Выяснить, на основе какого природного явления он был создан. Ну и девочки изначально выяснили, что из себя представляет аэромассажная ванна. За счет какого принципа она работает. Также выяснили, что такое литосфера и какие природные явления в ней происходят. Но в целом, так до конца разобраться с этим вопросом они не смогли. Поэтому наша задача сейчас им помочь. Ну, соответственно, вначале нам нужно самим вспомнить, что такое вообще литосфера, что такое мантия, что такое литосферные плиты. Значит, у нас есть определенные оболочки Земли. И вот литосфера – это одна из оболочек, твердая оболочка Земли. Это источник полезных ископаемых и минеральной составляющей почвенного слоя. Есть еще один слой мантия. Это тоже часть Земли, но она расположена между ядром планеты и ее король. Значит, сейчас мы сконцентрируемся на литосфере и на тех процессах, которые протекают в ней. Значит, литосфера состоит из земной коры и верхней части мантии. Значит, литосфера, ну, точнее, земная кора состоит еще и, в свою очередь, из 12 частей, которые получили название литосферных плит. Вот литосферные плиты, они все время находятся в движении. Значит, под земной корой на глубине от 70 до 250 километров температура равна около 3000 градусов Цельсия. Вот, и при такой температуре вещество земной коры начинает плавиться. И в недрах Земли возникают конвекционные потоки, значит, расплавленного вещества. И литосферные плиты перемещаются как раз-таки этими конвекционными потоками. Скорость средняя перемещения литосферных плит 5 сантиметров в год. Значит, в тех местах, где плиты сталкиваются при встречном движении, земная кора сминается, там, значит, образуются горные массивы и возникают вулканы. Зоны столкновения литосферных плит называют зонами субдукции. И на рисунке вы как раз можете увидеть процесс, как одна литосферная плита, значит, за счет своего движения погружается под другую. Зоны субдукции являются сейсмически активными зонами, так как именно здесь земная кора имеет меньшую толщину и близко расположена к мантии. В России вы можете наблюдать такие образования в районе Камчатки. Там как раз-таки зона вулканов, гейзеров, как раз-таки сейсмически активная зона. Значит, в таких зонах происходит извержение вулканов, также происходят выбросы газов из-за недр земли и также действуют гейзеры. Теперь давайте разберемся, что же такое гейзер. Гейзер – это горячий источник, который выбрасывает под давлением подземные воды, которые в свою очередь нагреваются за счет тепла горячей мантии и за счет высокой скорости выброса. Значит, подземные воды разогреваются мантией до температуры кипения. И вот при закипании воды пар через трещины в земной коре пытается вырваться вместе с водой наружу. И вот в этот момент мы наблюдаем с вами гейзер. Значит, сейчас мы рассмотрели какие-то процессы в литосфере. Теперь вернемся к устройству аэромассажной ванны. Собственно, о чем у нас нова? Что такое аэромассаж? Это подводный массаж, который осуществляется при помощи небольших пузырьков воздуха. То есть за счет установленной помпы происходит нагнетание воздуха, который под большим давлением выпускается в воду. Вот нагнетание воздуха осуществляется генератором сквозь водную толщу, через плато, вмонтированное в дно ванны или бассейна. Вы видите на слайде, что это достаточно такая сложная система. Но в принципе действие, достаточно ее просто объяснять со физической стороны. Значит, мы с вами вспомнили или узнали, что такое литосфера, что такое литосферные плиты, как они движутся, что такое сейсмически активные зоны и что в них происходят различные процессы. Это такие, как извержение вулканов, а также выбросы газов из недр земли и действия гейзеров. И вот сейчас самое время помочь сестрам определить, какое же все-таки литосферное явление больше напоминает аэромассаж. Вот сейчас, пожалуйста, рассмотрите утверждения, которые предложены ниже. Нужно выяснить, какие из них являются верными, а какие, соответственно, неверны. Я сейчас пока буду зачитывать эти утверждения. Вы, пожалуйста, пишите в чат ваши варианты ответов, какие верные, какие неверные. Значит, первое. Гейзеры – это источники, периодически выбрасывающие подземные воды под давлением. Второе. Морской прибой после вызванного землетрясением цунами. Значит, третье. Выбросы различных газов из недр через трещины в земной коре. Четвертое. Извержение вулканов, выбросы лавы, расплавленное тепло мантии, горные породы. Так, я вижу уже много ответов. Значит, большинство пишет три. Некоторые пишут один и три. И еще чуть меньше указывают, что верным является первый. Так, давайте разбираться с вами. Значит, на самом деле верный ответ три. Сейчас объясню, почему. Здесь как раз-таки имеется в виду выбросы различных газов из недр через трещины в земной коре. Потому что в аэромассаже как раз-таки используется нагнетание воздуха. А если мы вспомним, что все-таки гейзер – это выброс воды с некоторым содержанием газов. То есть не чисто газов. Поэтому верным является ответ номер три. Хоть очень хочется и поставить ответ один. Так, значит, приступим дальше к следующему заданию. Значит, девочки очень увлеклись исследованием этого вопроса. И они наткнулись на следующую информацию. То есть в 1975 году зоолог, проводивший исследования в Краноцком заповеднике, который находится на полуострове Камчатка, заметил в ручье нескольких мертвых медведей. А рядом еще множество тушек, более мелких животных и нескольких птиц. В дальнейшем было выявлено, что с периода 8-12 месяцев на 1-2 дня долина в Краноцком заповеднике превращается в смертоносное место. То есть все, кто оказывается вблизи, мгновенно погибают. Итак, за 80 лет с момента открытия долины смерти погибло около 100 человек. Итак, немножко о местоположении. Долина смерти располагается как раз-таки в 7 километрах от долины гейзеров, о которой я вам говорила. Значит, находится у подножия вулкана Ких-Пи-Ныч. Значит так, Аня и Маша выдвинули несколько гипотез. Что же могло произойти? Первое. Вода в ручье ядовитая. Второе. Низийный ручья заполняется смесью ядовитых газов, сероводородного, углекислого, хлорциана и других, которые сторгаются из недр через трещины в земной коре. Третье. Животных и птиц случайно или намеренно отравили туристы. Пожалуйста, сейчас посмотрите на табличку и подумайте, какие из наблюдаемых явлений в долине смерти могут свидетельствовать в пользу каждой из гипотез. Соответственно, расставив галочки, выяснив, какие явления относятся к какой гипотезе, вы сможете выяснить и выбрать наиболее близкую к истине гипотезу. Значит, задача такая – писать явление и к какой гипотезе оно относится. То есть явление номер, какая гипотеза. Значит, давайте с вами разбираться. Многие пишут 2.2, да, вторая гипотеза. Ну, так оно и выходит. Давайте разбираться по порядку. Значит, первое явление вообще, что касается периодичности, это относится, конечно, к гипотезе 2. Потому что если действительно происходит выброс ядовитых газов, то он происходит действительно с какой-то периодичностью. Дальше. Второй пункт. Туши медведя лежали в ручье. Здесь, понятное дело, что это подходит к гипотезе 1. Но если полностью разобрать цепочку, то подходит к гипотезе 2. Почему? Потому что при выбросе смеси ядовитых газов, понятное дело, что гибнут, прежде всего, мелкие животные, птицы и насекомые. Но, соответственно, остается падаль в этих местах, и это привлекает более крупных животных, уже лисиц, росомах и медведей, которые тоже, в свою очередь, гибнут от этого. Поэтому пункт 2 относится и к первой, и ко второй гипотезе. Ну и пункт 3. Погибли не только животные, но и птицы. Это, конечно, относится к гипотезе 3. Поэтому, значит, вторая гипотеза является действительно приближенной к истине. Но, не то что но, это действительно так. Хочу пояснить. Значит, в долине смерти действительно происходит с определенной периодичностью вот эти выбросы подземных ядовитых газов, высокой концентрации. И в состав газовых струй входят сероводород, двуокисеры, сероокиси углерода и сероуглерод. Значит, долина смерти, которая находится на Камчатке, она не единственная в мире. На самом деле, есть еще долины смерти и в США, и в Индонезии, и даже в Италии. Но вот считается, что на Камчатке ядовитая газовая среда является более агрессивной и более губительной, нежели подобные газовые среды в других долинах смерти. Приступим к следующему заданию. Значит, узнав о долине смерти, девочки заинтересовались еще и следующим вопросом. Почему именно на Камчатке наблюдается явление выхода вулканических газов из-под земли? Значит, нужно выдвинуть гипотезу о том, почему на территории Москвы и Санкт-Петербурга не наблюдается выхода вулканических газов из-под земли. Здесь есть некая подсказка. Значит, Москва находится в центре евразийской литосферной плиты, а Санкт-Петербург на очень прочном образовании Балтийский щит. Пишите ваше предположение, почему на территории Москвы и Санкт-Петербурга не наблюдается выхода вулканических газов. Пока я ничего не вижу. Ну, давайте разбирать ответ. Значит, выброс газов из-под земли может наблюдаться только на границах литосферных плит. Да, правильно, вы пишете, нет разлома плит. Потому что именно в разломе плит толщина земной коры наименьшая. Соответственно, магме и газам проще выбраться наружу. И поэтому, собственно, Москва, Санкт-Петербург находятся в центре плит, и поэтому там явления эти не происходят. Все верно, вы пишете в своих ответах. Действительно, нет разлома. И, соответственно, эти зоны не являются сейсмически активными. Хорошо. Молодцы, что вы очень активные. Очень здорово. Давайте продолжать. Значит, мы с вами закончили первую тему, и сразу же приступаем ко второй. Значит, тема называется «Прогноз погоды для турпохода». Значит, у нас седьмой А-класс одной из школ Санкт-Петербурга в июне, после окончания учебного года, что очень скоро близится, да, решила отправиться в туристический поход с палатками на несколько дней. И вот для того, чтобы выяснить, какая будет погода на ближайшее время, ребята открыли веб-страницу официального сайта Гидрометцентра и стали изучать прогноз погоды, рассматривать карты, выбирать маршрут. Сейчас мы будем активно помогать ребятам. Но прежде чем изучать прогноз погоды, смотреть на карты, нам нужно вообще выяснить, а что такое прогноз погоды. Давайте вспоминать. Прогноз погоды – это процесс и результат составления научно обоснованных предположений о будущем состоянии погоды в конкретной местности в зависимости от глобальных и локальных условий и метеорологических явлений. И вот наиболее просто предсказать погоду можно по движению циклонов и антициклонов. Что такое циклоны? Значит, это области низкого давления в атмосфере Земли, то есть в центре которой давление значительно ниже, чем на периферии. Обычный их приход в конкретную местность вызывает осадки, облачность и влажность, соответственно, высокая. Дальше. Антициклоны. Значит, это области, противоположные циклону, то есть области высокого давления. Воздух в антициклоне не поднимается, а опускается, и влажность, соответственно, низкая. Антициклон приносит сухую, ясную, безветренную погоду. Значит, задание номер один. Используя, собственно, информацию, которую мы только что узнали, пожалуйста, помогите ребятам разобраться, в том, от чего зависит погода в конкретной местности. Для этого нужно характеризовать области циклона и антициклона. По характерным признакам в таблице. Я сейчас зачитаю эти признаки, а вы, пожалуйста, расставляйте их в соответствии, к чему они подходят, то есть к циклону или антициклону. Значит, первое. В центре области давление ниже, чем на периферии. Второе. Приносит сухую, ясную погоду. Третье. Приносит влажную погоду осадки. И четвертое. В центре области давление высокое. Так как чата у нас сейчас нет, соответственно, я сразу перехожу к ответам. Понятно, что из той информации, которую я сказала чуть ранее, что первые, третьи признаки относятся к циклону, соответственно, второе и четвертые признаки относятся к антициклону. Мы немножко подготовились, и теперь мы можем помогать ребятам выбирать направление похода. То есть ребят сначала решили вообще выяснить, какая погода ожидается в окрестностях Санкт-Петербурга. Для этого они открыли в интернете карту погоды для Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 6 июня 2019 года. На этой карте осадки отмечены темно-синим цветом. Так вот. Значит, нужно рассмотреть эту карту и указать направление, по которым можно отправиться в поход прямо сейчас. То есть, чтобы застать хорошую солнечную погоду. Предлагаются 6 направлений. Значит, на город Пушкин, на город Кириши, нет даже города, на город Кириши просто, на город Выборг, на ближайший к Санкт-Петербургу берег Ладожского озера, и на город Сосновый бор, на берег Финского залива. Если посмотреть на карту, на ней четко видны осадки, соответственно, понятно, что в город Выборг и в город Кириши отправляться не стоит, потому что там сейчас дожди. А вот как раз-таки брать направление, курс на город Пушкин на юг, на город Кириши, где нет доезжая города, где дождя еще нет, значит, на ближайший к Санкт-Петербургу берег Ладожского озера, то есть, соответственно, на северо-восток, даже ближе к востоку, и на запад в город Сосновый бор, на берег Финского залива. Там будет солнечная хорошая погода. Так, ну и задание сразу 3. Ребята решили теперь уже выбрать направление маршрута для похода, в который они отправятся через несколько дней. Для этого они решили проанализировать карту циклонов и антициклонов. Они опять же загрузили в интернете карту на 6 июня 2019 года, значит, район города Санкт-Петербург, и на ней увидели также направление циклона и антициклона. Значит, предлагается выбрать маршрут для похода. Есть 5 вариантов, то есть на город Кириши, на Великий Новгород, Выборг, на берег Финского залива Выборги и на Ладожское озеро. Значит, получается так, что, если посмотреть на карту, то город Кириши, Великий Новгород и, собственно, Ладожское озеро попадают в зону циклона. Соответственно, там будет мокро-сыро. Ехать туда не стоит. А вот Выборг и на берег Финского залива, в Выборге, стоит поехать там, должна быть солнечная и ясная погода. Итак, ребята уже отправились в поход. Интернет им недоступен, карты погоды тоже. Они разместились на месте, поставили палатки, ну и затеяли спор. В чем он заключался? Одни ребята утверждали, что погода будет солнечная, так как прогноз был хороший, а другие ребята предположили, что все-таки должно произойти резкое изменение погоды, потому что наблюдалось движение темных низких туч, значительно уменьшилась скорость ветра, наблюдалась уже высокая влажность, ласточки летали низко над землей. Нужно выяснить, измеренится ли погода и каким образом. Значит, все наблюдаемые признаки свидетельствуют о наступлении непогоды и, соответственно, следует ожидать дождя. Так, теперь мы приступаем с вами к следующей теме. Время единое и разное. И в этой теме с нами будет путешествовать мальчик Марат. Значит, он начинающий теннисист, профессионально занимающийся спортом. Он с большим вниманием следит за выступлениями выдающихся теннисистов и сам старается участвовать в соревнованиях разного уровня. Ему приходится часто совершать длительные перелеты и следить за тем, чтобы на часах у него было время, соответствующее данному месту пребывания. И при этом ему нужно учитывать как часовой пояс, так и летнее-зимнее время. Прежде чем говорить о времени и о часовых поясах, давайте вспомним следующий момент. Что, во-первых, в разных точках Земли время оказывается разным. И существует целая система поясного времени. Ученые расстелили поверхность Земли на 24 часовых пояса. Отчет часовых поясов идет от нулевого гринвичского меридиана с запада на восток. Значит, вспомним, что оборот вокруг своей оси Земля осуществляет, ну, 360 градусов осуществляет за 24 часа. Соответственно, на один часовой пояс приходится 15 градусов. Ну и также экономические потребности заставили определить границы часовых поясов не четко по меридианам О, а по естественным географическим рубежам, границам государств, субъектов и экономическим районам. Посмотрите на этот слайд. Вот так выглядит карта часовых поясов. Возможно, многие уже ее видели, и многие с ней работают. Ничего мы с вами сегодня вспомним. Значит, красные линии здесь обозначены границы часовых поясов, а зеленые линии границы территорий, на которых действует поясное время. Вверху римскими цифрами указаны номера часовых поясов, чуть ниже черным цветом показано смещение часового времени относительно Гринвича. Внизу вы видите время в каждом часовом поясе, когда в Гринвиче полночь. значит, существует несколько, некоторые шкалы времени, и вот есть одна шкала UTC, которая действует сейчас с английского Coordinated Universal Time, это универсальное координированное время. Значит, это некий стандарт, по которому общество регулирует сейчас время. Значит, и есть некая другая шкала GMT с английского Greenwich Mean Time, то есть это шкала среднего времени по Гринвичу. Она сейчас несколько устарела. Значит, новая шкала UTC, она была введена потому, что шкала GMT является неравномерной шкалой, она основана и связана с суточным вращением Земли. А вот шкала UTC основана на равномерной шкале атомного времени, является более удобной и более точной. Так вот, если в Санкт-Петербурге, например, часовой пояс UTC плюс 3, это значит, что там значит, часы показывают на 3 часа больше, чем на нулевом меридиане. Соответственно, если в Якутске UTC плюс 9, то там часы будут уже показаны на 9 часов больше, чем показывают часы на нулевом меридиане. Так, значит, теперь мы можем приступать к заданию и помогать Марату высчитывать время в тех местах, где он бывает. Значит, Марат отдыхал летом в Египте, а в США проходил в этот момент один из важных теннисных турниров US Open. На сайте турнира Марат увидел, что интересующий его матч начнется в 17 часов в Нью-Йорке. Значит, используя карту поясов, нужно будет определить, во сколько часов по местному времени Марату нужно включить прямую трансляцию матча в интернете. Давайте посмотрим карту снова. Значит, нам нужно определить время, часовой пояс, точнее, Египта и Нью-Йорка. Значит, Египет находится во втором часовом поясе. Смотрите, Каир, значит, UTC плюс 2. Нью-Йорк находится соответственно в соответственно в девятом часовом поясе. Соответственно, минус UTC минус 5. Но нужно учитывать, что там сейчас летнее время. Соответственно, нужно прибавить еще один час. Поэтому в Нью-Йорке будет UTC минус 4. 4. Так. И для того, чтобы рассчитать и определить время начала трансляции матча по местному времени, то есть в Египте, нужно ко времени начала матча в Нью-Йорке, а именно к 17 часам, прибавить разницу часовых смещений в Египте и в Нью-Йорке. Получается, что она равна 6 часам. 2 минус минус 4. Это будет 6 часов. 17 плюс 6 получаем 23. Соответственно, трансляция матча начнется в 23 часа того же дня. Следующее задание. Значит, Марат у нас уже принимает участие в международных соревнованиях по теннису и они проходят в Сан-Франциско. Значит, для этого ему нужно совершить перелет в Новосибирск, Петропавловск-Камчатске и Сан-Франциско. Во время путешествия он решил переводить свои электронные часы и изменяя значение дата-время при каждой посадке. То есть, когда он приземлился в Петропавловске-Камчатском, его часы показывали 22.00 18.00. То есть, он еще в этот момент не переводил часы на местное время. А в Сан-Франциско он прилетел спустя 5 часов, то есть, после посадки в Петропавловске-Камчатском. Нужно определить, какие изменения он должен внести на часах при посадке в Петропавловске-Камчатском и после посадки в Сан-Франциско. То есть, грубо говоря, нужно будет определить местное время в Петропавловске-Камчатском и в Сан-Франциско. Так, значит, приступим. Нам снова нужно обратиться к карте часовых поясов и определить, в каких часовых поясах лежат наши города. Значит, Новосибирск это седьмой часовой пояс, UTC будет плюс семь. Петропавловск-Камчатский это двенадцатый часовой пояс, UTC плюс двенадцать. Ну и, соответственно, Сан-Франциско это шестнадцатый часовой пояс, UTC будет равно минус восемь. Но опять, да, учитываем, что это летнее время, прибавляем еще один час и получаем, что UTC в Сан-Франциско минус семь. Теперь нам нужно рассчитать время, во-первых, которое нужно установить в Петропавловске-Камчатском. Когда Марат прибыл в Петропавловск-Камчатский, значит, время было 22.00 до перевода. Соответственно, для того, чтобы установить местное, нужно прибавить к этому времени 22.00 прибавить еще и разницу часовых смещений в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске. А это получается 12 минус семь. Получается, разница равна пяти часам, прибавляем ее к 22, получаем 27 часов. То есть, календарь нужно перевести на сутки вперед и выставить время 3.00. Так, дальше у нас Марат перемещается в Сан-Франциско. Значит, он летит пять часов. Соответственно, когда он прибывает в Сан-Франциско, его часы показывает 8.00. Ну и дальше по той же схеме нам нужно определить разницу значит, в Сан-Франциско и Петропавловске-Камчатском вот часовых смещений. То есть, получается минус 7, минус 12. Эта разница равна минус 19. И эту разницу прибавляем ко времени, которое было на часах Марата во время посадки в Сан-Франциско. Это 8 часов. 8 минус 19 получаем минус 11. Интересное число. Минус 11 это имеется в виду минус 11 часов назад, как бы в предыдущий день. Соответственно, мы из 24 отнимаем 11 и получаем 13 часов. Получается, что календарь нужно перевести на день назад и выставить время 13.00. Так можно пользоваться картами часовых поясов и определять время местное. Приступим к следующей задаче. Значит, протяженность Китая с востока на запад приблизительно равна 4800 километров. Расстояние уже от Санкт-Петербурга до Якутска по прямой приблизительно 4832 километра. Вот весь Китай помещается в одном часовом поясе. Разница между часовыми поясами в Санкт-Петербурге и Якутске составляет 6 часовых поясов. Почему на всем промежутке от Якутска до Санкт-Петербурга нельзя вести в единый часовой пояс, как в Китае? Давайте выяснять. Значит, здесь специально в научной справке указаны координаты города Санкт-Петербург, координаты Якутска и также координаты восточной и западной границ Китая. Что же мы получаем? Значит, местное время обязательно привязывается к восходу и заходу Солнца. То есть, изменение времени захода и восхода Солнца зависит не от расстояния, а от долготы местности. И различия долготы между Санкт-Петербургом и Якутском составляют практически 99 градусов. И это примерно в 1,6 раза больше разницы долготы между западной и восточной границами Китая. Она равна примерно 61 градусу. Ну и получается, что астрономический полдень в Якутске опережает астрономический полдень в Санкт-Петербурге более чем на 6 часов. Как мы это нашли? Мы 99 градусов поделили это разница различия долготы между Санкт-Петербургом и Якутском. Разделили на 15 градусов собственно что приходится на 1 часовой пояс. Ну и получили те самые 6, более 6 часов. То есть соответственно никаким образом вести единый часовой пояс для Санкт-Петербурга и Якутска невозможно. Ну и пожалуй четвертое задание. Значит перевод часов на летнее и зимнее время это называется сезонным переводом часов применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. Ну и также по другим причинам в том числе и для удобства и синхронизации с другими странами территории. Значит есть и критики летнего времени вообще перевода времени которые говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей и указывают значит на отсутствие доказательств экономической пользы летнего времени. В России вы уже наверное знаете что с 2011 года сезонный перевод времени не осуществляется причем после долгих дискуссий значит наша задача сейчас проанализировать утверждения и указать какие достоинства какие недостатки имеют приход на летнее время весной и возврат к зимнему времени осень значит я зачитаю все утверждения соответственно нужно выделить достатки недостатки более рациональное использование светлого времени суток второе экономия электроэнергии на освещение третье влияние перевода часов на здоровье людей четвертое уменьшение числа автомобильных аварий пятое сокращение числа криминальных случаев вечернее время шестое падение производительности труда в дни после перевода часов седьмое необходимость переводить часы на компьютерах фотокамерах видеокамерах и других приборах и восьмое дополнительные расходы транспортных компаний при переводе часов давайте разбираться к достоинствам значит относятся первое второе четвертое и пятое утверждения все остальное относится к недостаткам так ну на самом деле у нас еще есть одна тема и мы ее можем успеть разобрать значит тема зачем тормозить метеорит значит 15 февраля 2013 года в Челябинске упал метеорит он является вторым по величине после Тунгусского Тунгусский еще называют Тунгусским небесным телом потому что его природа до сих пор не выявлена значит это событие падение Челябинского метеорита стало следствием возгорания взрыва небесного тела вошедшего в атмосферу земли значит падение метеорита сопровождалось его разрушением и также распространением ударных волн над территорией Челябинска и близлежащих регионов в результате падения было разрушено несколько непрочных построек повреждены многие здания были выбиты стекла и примерно 2000 человек получили легкие травмы для начала мы должны вспомнить что такое метеориты метеориты это небольшие фрагменты небесных тел в диаметре достигающих не больше 30 метров значит малые метеориты при попадании в земную атмосферу сгорают при этом оставляют в небе узкий светящийся свет метеор а вот крупные метеориты они достигают поверхности земли и на поверхности соответственно образуются кратеры в результате их падения первое задание выберите утверждение которое наиболее полно описывает причину падения метеоритов на поверхность земли первое причиной падения метеоритов является сила гравитации второе гравитационные силы солнца земли и планет солнечной системы формируют траектории небесных тел пересекающихся с траекторией земли третье причиной падения метеоритов является их состав определяющий значительный вес метеоритов и четвертое причиной падения метеоритов является состав земли который состоит в основном из железа притягивающего предметы из космоса и так значит утверждение которое наиболее полно описывает причину падения метеоритов это утверждение номер два действительно гравитационные силы солнца земли и планет солнечной системы они формируют траекторию небесных тел что касается третьего и четвертых пунктов то значит вопрос о составе метеоритов до сих пор является научно открытым вопросом дальше рассмотрим задание номер два метеориты при вхождении в атмосферу земли загораются или взрываются в том числе за счет силы трения а воздух возникающий при движении с большими скоростями почему при падении на луну которая такая же как и земля притягивает из космоса тела значит метеориты не загораются при падении на луну метеориты не загораются потому что просто-напросто на луне нет атмосферы а если нет атмосферы то значит и нет силы трения при падении подобных небесных тел значит задание номер три нагрев небесного тела в атмосфере земли происходит от того что налетающие на тело молекулы воздуха передают ему свою энергию внутренние энергии тела пропорционально абсолютной температуры температура в свою очередь пропорционально кинетической энергии молекул исходя из этого получается что небесные тела вторгаются в атмосферу земли со скоростями несколько километров в секунду то есть порой даже до 30 километров в секунду достигает и так вот исходя из того что небесные тела вторгаются такой скоростью и исходя из зависимости температуры воздуха от скорости теплового движения молекул воздуха которые указаны ниже в таблице пожалуйста объясните почему влетающие в атмосферу небесные тела сгорают в ней значит прежде чем соотнести скорость метеоритов мы вот рассмотрели что скорость метеоритов может быть до 30 километров в секунду то есть если привести до 30 тысяч метров в секунду то есть получается что скорость метеоритов может достигать от 1000 до 10 тысяч метров в секунду и если руководство отстаблить то их абсолютная температура может достигать от 1000 до 100 тысяч кельвинов это равносильно тому что небесное тело взаимодействует с воздухом такой температуры соответственно при таких условиях небесные тела сгорают так задание номер 4 метеорит упавший в Челябинске был массой 10 тонн диаметром 17 метров он вошел в атмосферу со скоростью в атмосферу земли со скоростью 17 километров в секунду через 32 секунды он загорелся раскололся на множество частей значит по оценкам ученых разрушение метеорита привело к выходу энергии приблизительно равной от 10 до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте это больше мощности бомбы сброшенной на Хиросиму итак энергия равна половине произведения массы и квадрата скорости это вы знаете значит сейчас нужно посмотреть на список характеристик метеорита и земли и выбрать из них те которые влияют на процесс возгорания и на мощные взрывы при его падении значит вообще процесс возгорания мощные взрывы напрямую зависит от энергии энергия мы выяснили это половина произведения массы на значит квадрат скорости соответственно характеристики от которых зависит мощность взрыва при падении небесных тел это масса метеорита это скорость которой метеорит влетает в атмосферу земли и это плотность атмосферы земли и заключительное задание на сегодня значит сила трение при движении в атмосфере возрастает пропорционально площади поверхности тела так если шар с площадью уже начальнее с 0 разделить на n шаров то его суммарная площадь поверхности увеличится и станет равна s соответственно вы видите на графике это зависимость значит отношения полученные уже новой площади поверхности к первоначальной от количества шаров которые на которые мы разделили первоначальное тело значит какие данные графика указывают на то что падающие метеориты особенно крупные необходимо сбивать в полете и разбивать на мелкие кусочки значит мы увеличиваем число шаров на которые мы делим тело значит мы увеличиваем площадь поверхности значит а соответственно мы увеличиваем силу трения в результате в атмосфере произойдет большое разрушение метеорита что соответственно приведет к меньшим ущербам на земле в случае если же все-таки это тело упадет на нее ну что мы сегодня разобрали очень много интересных тем все они касались земли и космических систем земля и космические системы при этом мы охватили с вами вопросы и физики и географии и экологии и астрономии и все эти задачи имеют практический характер вот если у вас есть вопросы если у нас есть возможность открыть чат то пожалуйста задавайте я готова на них ответить если же вопросов все-таки не будет так да задавайте пожалуйста вопросы чат открыли я готова на них отвечать если у вас есть какие-то предложения мы можем по темам которые вы бы хотели еще разобрать пишите мы готовы их обсудить значит сегодня мы хорошо продуктивно поработали значит вопросов нет до скорых встреч до свидания до свидания